Сегодняшний прием традиционно совершает зимние праздники. Но уже первые дни наступившего года втянули нас в стремительный водоворот крайне негативных внешнеполитических событий. События, которые шокировали и заставили беларусов мысленно вернуться в тот 20-й год. Еще раз проанализировать, оценить, что мы могли потерять, какую национальную трагедию мы с вами предотвратили. Все годы своей независимости мы с тревогой следим за судьбой многих народов, поверженных цветными революцией. Но больше всего потрясает нежелание людей учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. И ужасает то, какими фатальными могут стать неусвоенные уроки. Мы осознанно, я считаю, своевременно объявили текущий год годом исторической памяти. И чтобы не ошибиться в будущем, надо оглядываться в прошлое. И чем чаще, тем лучше. Хотя бы иногда ценить его. Наша Беларусь занимает немного места на карте, но геополитический интерес привлекает в себя огромнейший. Так было всегда в истории нашей Земли. Так происходит сейчас. Да, мы сегодня другие. Мир другой. Но сюжет политических интриг вокруг нас тот же. Повторяется он снова и снова. Мы с вами уже многое сделали для того, чтобы летопись белорусской государственности продолжалась. И сделаем еще больше, потому что едины в своих целях. В этот праздничный вечер я хочу поблагодарить всех, кто любит родную страну, предан национальным интересам и понимает груз ответственности, который лег на плечи нашего поколения. Прежде всего, обращаюсь к нашим журналистам. Вы, дорогие друзья, особенно сейчас, на острие событий пропускаете через себя факты и мнения, отрабатываете информационные выпады, отбиваете их. В прошлом году я призвал вас работать пожестче. Вы меня услышали. Молодцы. Не подвели, крепко взяв информационную повестку в свои руки. Скажу больше, я уже заметил, здесь наши журналисты, которые побывали только что в этом пекле, которую мы все с вами наблюдали с экранов телевизора в интернете. Я очень рад их сегодня видеть. Сегодня признаюсь, что все те ограничения, которые там вы испытали, это было мое распоряжение. Было недопустимо потерять хоть одного человека в этой страшной бойне, которая взвинулась в первые дни Нового года в нашем Казахстане. И я получал информацию со всех источников от других государств, как за вами там охотились. А последние 3-4 дня за голову белоруса и русского давали немало. Ну, вы почувствовали два последних дня. Я отдал распоряжение министру обороны, чтобы они вам обеспечили все, что вы хотите. Но сказал ему прямо, не дай бог, мы кого-то там потеряем. Для меня было очень важно, чтобы все ребята, вы в том числе, вернулись домой, в свои семьи. И как мне только что доложил министр обороны, крайний борт, десятый с нашими военными техникой приземлился на военном аэродроме Беларуси. Все живы и здоровы. Это самое главное. Я пользуюсь тем, что здесь журналисты, госслужащие и очень важно наши творческие работники знали, что в нашей стране, наверное, это уже неудивительно, особенно за рубежом, очень многие хотели, чтобы не все вы вернулись домой. Вы меня поймете. Мерзавцы последние. Поэтому самое главное для страны было вернуть вас живыми. Сегодня здесь также присутствуют лидеры общественного мнения, аналитики, историки, политологи, социологи. Без преувеличения в условиях информационной войны ваш интеллект – это мощнейшее оружие. Критический момент истории вы одним фронтом стали на защиту интересов своего государства, проявили себя как истинные патриоты. Отдельно хочу поблагодарить всех, кто работает плечом с президентом сферы государственного управления. В одном из регионов, как-то я сказал, что ни у одного президента нет таких людей, как вы. Нет, не потому, что мы идеальны, что у нас нет ошибок, но если взять в целом, то мы далеко ушли вперед. По качеству, если можно так сказать, государственные службы в нашей стране. Конечно, это относится ко всей вертикали власти, да и, в принципе, ко всем неравнодушным, переживающим за судьбы страны белорусам. Может быть, я редко говорю, но уверен, что вы знаете, как высоко. Я ценю вклад каждого в укрепление нашей страны. Особые слова благодарности призерам Олимпиады. В прошлом году вам пришлось одновременно отстаивать и спортивную честь страны, и политическую позицию нации. И это новый, если хотите, тренд нашего времени. Вы ведь заметили, мы больше не говорим, что спорт, образование, культура, здравоохранение – вне политики. Сегодня стало очевидно, мало побеждать в спорте, мало восхищать людей своим творчеством и просто быть профессионалом. Надо быть патриотом, гордиться родной страной и транслировать это людям. И да, надо отстаивать национальные интересы и государственный курс публично. Как многие из вас делали это в самый острый период, каждый на своем месте. Мы все служим нашей Беларуси. Это наш долг перед землей, которая взрастила, перед государством, которое дает возможность раскрыть свои таланты и реализовать возможности. Дорогие друзья, понимаю, что всем хотелось бы вернуться к привычному, более спокойному ритму жизни. Я имею в виду планету в целом. Но вы видите, на постсоветском пространстве крайне неспокойно. И не только вокруг нас. Выбрана очередная геополитическая цель. Наверняка взять курс на новую. И нам пришлось дать адекватный ответ, как я уже сказал на сей раз, коллективный ответ. Беларусь, Россия и другие страны, некогда объединенные общей историей, встали на защиту этого государства. А это говорит о том, что мы не растратили наследие советской эпохи, наследие нерушимого братства и крепких ус между народами. Я вот говорю об этом и сам себе думаю, сказать это сейчас или нет, поскольку все-таки формат нашего мероприятия несколько другой. Но вдруг в ближайшее время не удастся поговорить на эту тему. Я имею в виду ответ на вопрос, который журналисты, наши политологи задают. А какая разница между событиями в Беларуси и Казахстане? Она простая, и она учит нас и говорит нам, чтобы мы были очень внимательны и аккуратны. В принципе, большой разницы нет. За всеми этими событиями стоят государства. И заметьте, в августе 20-го эти государства, знаете, какие и какими руками, ринулись к нам, государства. Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели. Они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали. И они сделали вывод. Они сделали вывод. Он состоит в том, что государство не засветилось ни одно там. Ни одно в этих событиях не стали причиной. Работали спецслужбы. И они не светились. И никто этого не заметил. Но такие масштабные акции, такой грандиозной в стране, как Казахстан, за сутки просто так не получится. Поэтому все то же самое. Только не очень светились. Плюс к тому, что Казахстан еще в давние-давние времена был распродан крупным транснациональным компаниям. Их там был интерес. Поэтому команда была дана. Не торопитесь. Спокойно. Когда будет все ясно, выйдем на аванс-сцену. Я процитировал донесения разведки нашей в первые дни событий. Все там было как надо. Казахстан, как и Беларусь, узловые пункты. Здесь в Европе мы, там в Центральной Азии. С Казахстана, как кирогазом, можно было подогреть и Россию. Можно было снивелировать позор Афганистана, который был допущен Соединенными Штатами Америки. И можно влиять не только на Китай, но на всю Азию. Поэтому ставки были высоки. Поэтому мы приняли решение вмешаться. В первом разговоре с Путиным я ему сказал, как только мы приземлимся там, посмотрим, что ситуация изменится. Так и произошло. Это для нас было главное. Извините, что я вас окунул в эти события, но успокаиваться нам нельзя. Современная история показывает, что идея этого вечера вспомнить самые светлые, добрые мгновения и традиции Советского Союза, о котором кто-то из вас знает только по фильмам, песням, фотографиям, как никогда актуально. Но это мы увидим. Дорогие друзья, я хочу вас еще раз поздравить с наступившими новогодними праздниками. Будьте здоровы, счастливы и успешны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok